Девушки отдыхают И специальные видоискатели, позволяющие увидеть, где может находиться полностью анимированный персонаж в реальной сцене И профинансированная лично Джексоном программа для создания на экране многочисленного воинства Которая используется до сих пор теперь во всех фильмах, где нужно нарисовать и анимировать гигантские армии Но главное, это полностью созданный на компьютере персонаж, сыгранный живым актером при помощи технологии Motion Capture Голум, созданный Weta Digital, был настолько правдоподобен, настолько убедителен, а его спецэффект так хорош Что до сих пор его ставят в пример VFX студиям как образцовую работу И именно глядя на Голума, человек, известный всему миру как создатель самого кассового фильма в истории Пришел к выводу, что для одной его идеи, отложенной в долгий ящик, теперь самое время Спецэффекты дозрели Перед ним на экране персонаж полностью созданный при помощи CGI художниками и аниматорами Звали этого человека Джеймс Кэмерон И он решил, что настала пора для его следующего самого кассового фильма в истории Да, у Властелина колец Питера Джексона имеется и такое влияние на киноиндустрию Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня у нас Аватар И пока кинотеатры штурмуют второй фильм Аватар Путь Воды, который Джеймс Кэмерон создавал больше 10 лет Мы с вами придадимся ностальгии Ведь первый Аватар вышел аж в 2009 году Что называется, почувствую себя старым Старым, как Дедушка Мороз, который приносит подарки Этот видос вам мой подарок Ну вообще мне больше подходит звание Папа Мороз Я же еще не дедушка Да, он и борода у меня даже не совсем седая Однако я приношу своим детям подарки под елку Действую примерно так же, как и Мама Мороз Это, знаете ли, наше общее хобби Каждый может быть или папой Морозом, или братом Морозом Или даже бабушкой Морозом С Яндекс.Маркетом это довольно просто Вас ждет широкий выбор товаров со скидкой до 70% на разные категории Мой сын любит динозавров, а дочка красивые наряды Все это купил на Яндекс.Маркете Да еще и с большой скидкой К тому же порадовала удобная и быстрая доставка Папа Мороз доволен, да Благодаря Яндекс.Маркету вы легко сами можете стать Дедом Морозом Или Папой Морозой, или даже Мамой Морозом для своей семьи В общем тем, кто порадует свою семью, своих друзей и своих близких Трогательным теплом в виде какого-нибудь подарка Ссылку вы найдете в описании Становитесь Дедом Морозом для своих родных и близких вместе с Яндекс.Маркет Да, а я, пожалуй, перевоплощусь обратно в киноблогера Продолжаем Связь Почувствую ее Не случайно я начал этот рассказ с упоминания технологий Фильм «Аватар» целиком и полностью про технологии Джеймс Кэмерон ими одержим И даже как-то естественно, что такой человек целиком и полностью создал, наверное, самый технологичный фильм в истории Смотрите, продвинутая модернизация технологии motion capture Невероятная работа CGI в процессе изобретения новых 3D-камер Популяризация задолбавшего уже сегодня всех 3D-формата И это только самые значимые достижения Кэмерона при работе над «Аватаром» В 2018 году уже для второго «Аватара» Кэмерон изобрел подводные 3D-камеры Этот техноманьяк уже давно не снимает кино Он совершает технологические прорывы Именно с точки зрения технологических достижений и следует рассматривать «Аватар» Ибо сюжетом он не поражает Это смесь Долины Папоротников и Покахонта с весьма примитивным посылом в духе Греты Тумберг Персонажи? Это шаблонные пустышки, которых можно обозначить как алчный мудак, солдафон, ученый номер один, ученый номер два, туземная красавица и остальные Актерские работы? Ой, не смешите меня Весь фильм приходится следить либо за деревяннейшим Сэмом Уоркинтоном, либо за компьютерным лицом его «Аватара» Разве что готов выделить тут только Зою Салдану, что сыграла Нейтири И вот сейчас может показаться, что я фильм ругаю, но нет Я обожаю «Аватар» всей душой Просто тут ни сюжет, ни персонажи, ни актерские работы Ничего из этого не имеет столь же большого значения, как техническая часть ленты Картинка, поражающая воображение, вот на что делает составка И это срабатывает «Аватар» увлекает своим миром, своим визуалом при каждом новом просмотре Кэмерона интересовало прежде всего именно это А что там, сюжет, персонажи? Ну это вроде как есть, и это вроде как уложено в какие-то маломальски приемлемые шаблоны Да и ладно Че пристали-то? Смотрите, тут летающие горы, всякая инопланетная фауна, яркая растительность, роботы Чего вам еще-то надо? Теперь ты, Аматикайя, можешь сделать себе лук из дерева дома Обычно Кэмерон любит нагнать какой-нибудь таинственности Ему то в кошмаре Терминатор привиделся, а то миры Пандоры приснились По словам режиссера в интервью журналу GQ Идея мира с большими синими людьми, похожими на кошек, пришла ему еще в 19 лет Как сын художницы, он с детства хорошо рисовал Поэтому, проснувшись, он быстренько запечатлел виденное во сне А приснилась ему следующая цитата Мне приснился биолюминесцентный лес с деревьями, похожими на оптоволоконные лампы И рекой, которая светилась биолюминесцентными частицами И фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда по нему ходили Конец цитаты Кстати, отцом Джеймса был инженер, а мать, напоминаю, художницей Видимо, именно из-за этого Джеймс и получился художником, одержимым технологиями Первую работу в кино Кэмерон как раз получил как художник-постановщик и создатель миниатюр Он также занимался постановкой спецэффектов для фильма «Побег из Нью-Йорка» Однако вернемся к рисунку Позднее художество Кэмерона стало доказательством в суде Поскольку некоторые пытались обвинить режиссера в плагиате Я же в романтическую версию со сном, честно говоря, не верю ни в случае с Терминатором, ни в случае с Аватаром Джеймс Кэмерон производит впечатление весьма хитрого дядьки Сюжет Аватара торчит из огромного количества произведений По сети одно время разошелся текст с кратким описанием Покахонтас, в котором перечеркнуты названия, имена и заменены именами и названиями из фильма Кэмерона Ну то есть, настолько очевидное сходство Дизайн же Пандоры был вдохновлен несколько иным источником, об этом позже А вот заимствования для сюжета Терминатора можно считать доказанными Писатель-фантаст Харлан Эллисон обнаружил очень много сходств со своими произведениями Дело урегулировали в досудебном порядке А имя Харлана Эллисона позже включили в титры даже Поэтому, что там конкретно Кэмерону снилось, что не снилось Это тайна, покрытая мраком И пусть это остается на его совести Расслабьтесь и ни о чем не думайте Это же вам не трудно? Знаете, они пошли бы... Вам может показаться, что я отношусь к Кэмерону не слишком дружелюбно И вам не кажется Мне очень-очень нравятся его режиссерские работы Гений есть гений Но чем больше я изучаю его личность, тем меньше он мне нравится как человек Он мне кажется неприятным Он достаточно лицемерен в общении с прессой и зрителями Трудно позабыть то, как он нахваливал Терминатор Тёмные судьбы Он жуткий тиран на съемочной площадке Маниакальный перфекционист и педант Ну то есть, срываться до унизительных оскорблений, когда ему в чем-то отказывают У него это нормально Едва не утопить свою актрису? Почему нет? Как он сказал, едва не считается Кэмерон автор самых кассовых фильмов в истории Ему, видимо, все можно поэтому И с ним невозможно спорить И невероятно тяжело работать Об этом сообщают многие Это один из самых трудных голливудских режиссеров Широко известно, что по съемочной площадке Аватара Джеймс расхаживал с пневматическим пистолетом с гвоздями Когда он ловил актера или члена съемочной группы на площадке с телефоном То отбирал гаджет и прибивал гвоздометом его к некой стенке Уортингтон говорил, что к концу съемок этих телефонов там накопилось порядочно Целый пьедестал раскуроченной персональной техники Не правда ли милый человек Джеймс Кэмерон? Хотя может именно такой суровый подход и позволяет ему делать суперкассовые хиты? Хотя знаешь, эти шрамы Может их оставить как память о Пандоре? Ну черт с ним, поверим в эту байку Мир Пандоры Кэмерону, конечно, приснился И всю свою карьеру он носился с этой идеей в попытке ее реализовать Впервые про некий фантастический фильм в собственной Кэмероновской вселенной Стало известно в районе 1995 года Джеймс Кэмерон после фильма «Правдивая ложь» Вовсю готовился стать отцом нового проекта, посвященного затонувшему Титанику И где-то в это же время он пишет 80-страничный черновик сценария своей новой фантастики И вот в 1997 году Титаник встречается с Айсбергом А Роза встречается с Джеком Доусоном на экранах всего мира Чтобы снискать оглушительнейший успех Титаник собирает огромную кучу денег Становясь на тот момент, как вы уже знаете, самым кассовым фильмом в истории Забирает пачку Оскаров Ди Каприо печатают на обложках тетрадок и дневников А Джеймс Кэмерон становится натуральным королем мира И вот теперь постановщик собирается снимать свой следующий фильм Которым должна была стать история о синих трехметровых гуманоидах На планете со светящимися деревьями Однако легенда гласит, что видение режиссера было столь масштабным Что бюджет по предварительным оценкам мог бы составлять около 400 миллионов долларов И ни одна студия, даже несмотря на то, что это Кэмерон, который снял самый кассовый фильм в истории Не была готова тратить такие деньги на один проект Легенда гласит, что Джеймс Кэмерон решил подождать до лучших времен Когда качество эффектов шагнет вперед, а их стоимость удешевится Звучит опять как красивая маркетинговая история То есть чувак, помешанный на технологиях, предпочел не развивать эти самые технологии самостоятельно А подождать, когда за него это сделают другие кинематографисты Ну да, ну да, охотно верим К этому спокойно можно относиться со скепсисом Но других подробностей истории создания Аватара, увы, найти мне не удалось В реальности же, как мне кажется, Кэмерон просто забил на художественное кино Решил от него отдохнуть и погрузился с головой, в прямом смысле, в глубоководную документалистику Вот уж где он душеньку-то отвел, играясь со всякой подводной техникой Почему-то Кэмерон очень любит водную стихию, не замечали? Фильм «Бездна», «Титаник» У него даже «Терминатор» во втором фильме стал жидким Ну и, конечно, продолжение Аватара носит под заголовок «Путь воды» Будь Кэмерон в сериале «Аватар», он бы по-любому был магом воды Кстати, именно из-за фильма «Аватар», потрясающему мультсериалу «Аватар» Пришлось приделать приписку «The Last Airbender» В нашей адаптации «Легенда об Анге», рекомендую, кстати То есть нам повезло, по-вашему? Повезло, что у Томми был брат-близнец И дважды повезло, что он оказался не стоматологом, а морским пехотинцем Выпустив два документальных фильма в формате IMAX Которые эксплуатируют название его же лент «Призраки бездны» в 2003 году И «Чужие из глубины» в 2005-м Джеймс Кэмерон решил вернуться к созданию художественного кино На самом деле, еще с нулевых он периодически озвучивал свои планы То он хотел вернуться к работе над Человеком-пауком А именно он работал над проектом еще до Сэма Рэйми То он говорил про сиквел «Правдивые лжи» А то утверждал, что увлекся аниме и готовит экранизацию «Боевого ангела Алиты» Которую позже под его продюсерским надзором снимет Роберт Родригес Где и в какой момент Джеймс Кэмерон заценил «Властелина колец» Легенда умалчивает Но во всех интервью Кэмерон уверяет, что именно лицезрение Голума Подтолкнуло его к созданию Аватара Вот тут я склонен верить В 2005-м году в прессу просочилась информация о том Что Кэмерон в атмосфере строжайшей секретности Будет снимать некий фантастический фильм И уже принялся корпеть над проектом своей мечты Он все еще носил кодовое название, простите за тавтологию, «Проект 880» И тут еще один камень в сторону разрушения красивых маркетинговых баек Итоговый бюджет картины, по первичным официальным данным, составит 237 миллионов долларов Но уже после премьеры представители Фокс заявили о 310 миллионов долларов Или о 280 миллионов после вычета производственных налогов А по некоторым данным бюджет мог достигать и полумиллиарда Но в это с трудом верится, честно говоря Полмиллиарда будет, если учесть расходы на пиар-компанию То есть, студия 20-й век Фокс была готова давать Кэмерону практически любые деньги А чего раньше-то прибеднялись? Это вновь к вопросу о красивых маркетинговых байках Последний отчет был две недели назад У меня появились сомнения Когда я увидел «Аватар» впервые, я был натурально обескуражен Мне казалось, что я такого не видел никогда Визуально фильм действительно поражал Выбивал кресло из-под задницы Технарская натура Джеймса Кэмерона никуда, конечно, не испарилась Кэмерон не просто снимал кино Он изобретал Этот человек решил возродить забытую уже технологию стереофильмов Которая была популярна в последний раз в конце 70-х Для этого в компании еще нескольких инженеров Он изобрел специальную камеру И спланировал совершенно новую манеру съемки С использованием технологии захвата движений Специально для захвата мимики лиц актеров Вета Диджитал по заданию Кэмерона Разработала надеваемое на голову приспособление Представлявшее собой шлем с прикрепленной к нему миниатюрной камерой А еще были усовершенствованы программы Отвечающие за движение мускулов Чтобы персонажи на экране казались максимально реалистичными Постановщик решил подарить какой-то новый опыт зрителям Это же чудесно 3D могло стать таким новым опытом И ставка сыграла Кинотеатры переоборудовались ради фильма Кэмерона А зрители с большой охотой напяливали стерео очки Впечатления были незабываемые Я ходил в кино на Аватара три раза И каждый раз зал был битком Я кайфовал Это было великолепно Я могу сейчас ругать в этом фильме сюжет, киноклише или актеров Но повторяю, по большому счету плевать на это А аттракцион работал на все деньги И я совершенно не удивлен успехами этой ленты Раз уж я заговорил про актеров Кэмерон намеренно брал на главные роли малоизвестных артистов Тех, которые зрителям еще не примелькались Кто такой Сэм Уортингтон, не знал вообще никто Это уже позже из него попытались сделать суперзвезду Да не вышло как-то Харизмы до актерского мастерства парню явно не доставало Студия, между прочим, хотела на роль Джейка Салли Взять кого-то вроде Мэтта Дэймона Чтобы хоть как-то застраховать ленту звездным лицом Но Кэмерон отказал Он объяснял свое решение тем, что ему, мол, хотелось Чтобы главный герой был парнем С которым охота выпить пивка И который бы не смущал зрителя своим звездным статусом Зои Салдана на тот момент тоже не была широко известна Она еще не играла у Марвел На роль полковника Куорича был взят Стивен Лэнг На самом деле он много где играл до Аватара Но вспомнить его роли почти нереально Самое интересное, что роль полковника Куорича мог исполнить Майкл Бин Да, тот самый Кайл Рис И Кэмерон ему отказал только лишь потому, что он уже подписал на одну из ролей Сигурни Уивер Самую известную артистку в этом фильме Кэмерон подумал, если будет еще и Майкл Бин То уж больно это походит на какой-нибудь спин-офф чужих Таких аналогий ему не надо было Поэтому Майклу Бину он отказал Еще на вторых ролях тут появляются Мишель Родригес и Джованни Рибизи Оба опять же на тот момент не были очень уж популярны Но все-таки какой-то минимальной узнаваемостью обладали Студия отчаялась пропихнуть хоть кого-то с более или менее известным лицом Но чтобы подготовить актеров к съемкам Джеймс Кэмерон взял всех в поход на Гавайи Чтобы они ощутили как трудно жить в лесах планеты Пандоры Актеры ловили и ели рыбу Жили как дикари А Зоя Салдана даже ходила в туземном наряде Артисты и съемочная команда Стойко сносили все закидоны режиссера Поскольку работа с ним явно открывала для них новые карьерные перспективы Пусть ходят по съемочной площадке с гвоздометом И прибивают к полу чужие телефоны Съемки, как вы понимаете, проходили полностью на фоне зеленых и голубых экранов Процентов 80 фильма должны были создать художники и аниматоры Актеры бегали по площадке в специальных мокап-костюмах, обвешанных датчиками На лицах были маркеры, чтобы лицевые камеры могли считывать мимику Сегодня это стандартная практика, а тогда это было кэмероновское новшество Параллельно с этим гигантский дизайнерский отдел, нанятый Кэмероном Создавал облик Пандоры и все образы животных и растений Кэмерон одобрял каждую букашку, каждый кустик и был предельно строг и придирчив Внешний вид планеты и ее обитателей был навеян подводными экспедициями Кэмерона Да, вот откуда он черпал вдохновение На Пандоре всюду биолюминесценция У живых существ синяя кожа, разнообразнейшие формы тел и буйство красок нательных узоров В первых артах на Пандоре даже должны были быть плавающие по воздуху скаты и медузы Что-то от этого в фильме, конечно, осталось Для Пандоры была создана целая экосистема, которая была не только красивой внешне Но и обладала некой функциональностью, обладала единой нервной системой Фигурировал ли где-то в этом всем рисунок 19-летнего режиссера? Об этом информацию я не нашел Какая-то там магнитная левитация Потому что анаптаниум это сверхпроводник Или тип того Короче, я в этом ничего не понимаю Очень многое зависело от студии спецэффектов Кэмерон выбирал между Industrial Light & Magic Которые создали для Джеймса демонстративные роли для презентации фильма боссом студии 20-й век Fox И Weta Digital, которые трудились над Голумом как раз и Кинг-Конгом Выбор пал, конечно же, на Weta Как мы помним, согласно легенде, Кэмерон вдохновился именно Голумом Но были и другие причины Во-первых, правительство Новой Зеландии, где расположена студия, возвращало 15% стоимости расходов, потраченных на ее услуги Во-вторых, Кэмерон мог воспользоваться помощью не только Weta Digital, занимавшейся компьютерными эффектами Но и Weta Workshop, которая впоследствии изготовила для фильма различный реквизит, грим, модели и макета существ и техники В-третьих, Джеймс получал доступ к собственным съемочным павильонам студии, где собирался снимать сцены с живыми актерами Однако, объемы работ были колоссальны К тому же, не стоит забывать перфекционизм Кэмерона, который был предельно требователен к мастерам по спецэффектам У фильма был гигантский период постпродакшена, почти 3 года Из 162 минут фильма, 117 из них должны были быть созданы только при помощи компьютерной графики И еще 20 из них были сочетанием живых съемок и CGI Рендер-ферма Weta Digital безостановочно работала 2 года, и то не успевала Пришлось подключить и ILM, и другие студии поменьше Над фильмом умудрилась поработать даже студия легендарного Стэна Уинстона, ныне, увы, покойного Специально для съемок фильма был построен полноразмерный вариант роботизированного экзоскелета Который использовали во время постановочного процесса для съемок актера в кабине Кроме того, в натуральную величину изготовили и транспортный вертолет, пилотируемый героиней актрисы Мишель Родригес Вообще получается, что над фильмом трудились самые корифеи визуальных аттракционов Опытные, легендарные и заслуженные студии И получается, что в какой-то косвенной степени в создании картины участвовали и Джордж Лукас, как один из основателей ILM И Питер Джексон, создавший Weta Digital под нужды Властелина колец Круто, да? Это часть работы Для науки главное наблюдение И поможет тебе не свихнуться Около премьеры сиквела Аватара режиссер стал откровенничать о съемках первой картины В частности, Кэмерон делился подробностями о склоках между ним и продюсерами Мне лично всегда интересно, как творческие процессы взаимодействуют с бизнес-процессами Продюсеров понять можно было Аватар представлял собой гигантскую черную дыру для денег Кэмерон отказывался идти хоть на какие-либо уступки Не пожелал брать знаменитых актеров Никого не слушал и ни с кем не советовался Студия требовала от Кэмерона урезать продолжительность картины И убрать некоторые сцены, в которых герои летают по воздуху Вот что ответил режиссер, цитата «Тогда я просто провел линию на песке и сказал Знаете что? Я снял Титаник Видите здание, в котором мы совещаемся? Этот новый комплекс стоимостью полмиллиарда долларов Это куплено на деньги Титаника, так что я могу решать сам» Конец цитаты Один неназванный продюсер ввязался даже в скандальную перепалку с режиссером Видимо забыв, что тот может им атом обругать и в морду дать Цитата Кэмерона «Я сказал кое-что, чего еще никогда и никому не говорил в этом бизнесе «Я считаю, что этот фильм соберет все гребаные деньги мира И когда это случится, для тебя будет слишком поздно Ты не сможешь передумать, похвалить фильм и попытаться подружиться Но ты можешь полюбить его сейчас Тогда он вышел из себя и начал поливать меня говном И я велел ему убираться херам из моего офиса» Конец цитаты Говорят, что там едва драка не случилась Вот такой вот жесткий человек Джеймс Кэмерон Является ли им сказанная правдой или очередной продуманной байкой Мол, никогда не сомневайтесь в Джеймсе Кэмероне Черт его знает Но тяжелый характер режиссера знаменит на весь Голливуд А волнение по поводу бюджетов действительно было оправдано «Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило Вот в чем причина Именно он окупает все веселье Он окупает и вашу науку Как я уже упоминал, на рекламную кампанию было потрачено так же прилично Заявляется о сумме в 150 миллионов долларов Однако фильм и без рекламной кампании уже начал потихоньку шуметь Молва о том, что Кэмерон снимает какую-то новую фантастику Распространялась среди поклонников режиссера как вирус Приходилось выискивать информацию по крупицам Все ожидали что-то вроде его же чужих Какого-то боевика в стиле Терминатора 2 И поэтому немало было удивленных Когда в 2009 году началась полноценная рекламная кампания Показали тизер-трейлер А на выставке Cinema Expo International Кэмерон лично продемонстрировал 24 минуты своего фильма Который позже мог посмотреть в формате 3D Любой желающий уже за деньги В основном отзывы об увиденном были положительные Но и сомневающихся было предостаточно Какие-то синие гиганты борются за экологию Разве это Кэмерон? Уже тогда люди начали сравнивать это с Долиной Папоротников Но все же ажиотаж вокруг премьеры поднять удалось Реклама Аватара была повсюду Ее крутили буквально везде Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер Лично привезли свой фильм в Россию Они пришли в студию новостей Первого канала И рассказывали там о своем фильме Сейчас это конечно выглядит как репортаж Из какой-то прошлой потерянной нормальной жизни Как какая-то небылица Но да, вот такое было, представляете? Видный голливудский режиссер Не гнушался появляться в эфире Первого канала Видимо теперь остается только вспоминать былое В ожидании серой копии продолжения Аватара из Казахстана Первая же лента вышла в декабре 2009 года Я на фильм, напоминаю, ходил трижды Прикол в том, что ради этой картины В небольшом сибирском городке Братск Где я раньше жил Аж переоборудовали городской кинотеатр Чтобы показывать там фильм в 3D формате И это было по-настоящему круто Залы были, повторюсь, битком И скорее всего модернизация кинотеатра Неплохо так окупилась С болью вспоминаю те ужасные Неудобные стерео очки И отсиженную на твердых креслах задницу Но эти неудобства стоило потерпеть Ради фильма Вы уже знаете, что Аватар стал самым кассовым фильмом всех времен и народов Но прикол в том, что в премьерный уикенд рекорд он не поставил Более того, по результатам первых выходных Лента собрала 77 миллионов долларов в домашнем прокате И 159 миллионов долларов в мировом Фильму, с учетом его бюджета, предрекали даже провал Но случилось необычное Как правило, в первый уикенд у фильма самые большие сборы Ко вторым выходным происходило падение от 30 до 60% Но этого не случилось с Аватаром Каждую неделю фильм стабильно заносил в копилку 60-70-80 миллионов долларов И вот уже фильм начинает ставить рекорды Он обходит Титаник, предыдущего рекордсмена по сборам Заработав свыше 700 миллионов в домашнем прокате Он с какой-то рекордной скоростью собирает миллиард Потом второй миллиард Я помню, как по радио чуть ли не каждый день сообщали об успехах Аватара Даже как-то я успел устать от этого И в конце концов итоговая касса фильма составит около 2 миллиардов 800 миллионов долларов И эта сумма еще больше увеличивается благодаря повторным показам В результате чего кассовые сборы Аватара сегодня составляют 2 миллиарда И почти 924 миллиона долларов Из которых 119 миллионов, прошу заметить, принес фильму русский зритель Это самый кассовый фильм всех времен и народов Картина Мстителей Финал ненадолго лишила Аватар, конечно, этого титула Но повторные показы исправили ситуацию И это прекраснейший фильм Можно бесконечно долго брюзжать на Кэмерона Из-за его характера или еще из-за чего-то Но нельзя не признать, что этот сукин сын натуральный гений Аватар это именно то, что Кэмерон и обещал зрителям Новый опыт, совершенно сногсшибательный аттракцион и захватывающее приключение Пусть у фильма будет тысячу раз избитый сюжет и примитивные шаблонные персонажи Фильм не про это, не про это Он про погружение в яркий, удивительный и завораживающий мир Он про визуальное наслаждение Это настоящий побег от реальности И я безумно рад, что вспомнил сегодня вместе с вами этот фильм И вообще в принципе, что такое Аватар И сколь много теплых воспоминаний у меня с ним связано Вторая часть Аватара уже штурмуют кинотеатры И я пока не знаю, как сложится его судьба Друзья из будущего Пишите в комментариях, какие рекорды побила вторая часть И побила ли вообще Ну а перед вами список людей, что поддержали канал на Бусти Рассмотрите возможность и вы поддержать вот такие видео через Бусти Такие ролики вы сможете видеть на сутки или даже больше Раньше, без рекламы А совсем недавно я там начал публиковать что-то эксклюзивное Это будет не часто, но будет Ну а ежели не хотите поддержать через Бусти То поддержите видос своим лайком, комментарием, порадуйте подпиской Ну а с вами был Сокол Пока И некоторые считают меня террористом Но я же считаю себя учителем Урок первый Супергероев не существует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова